Райская кухня Всем привет! В нашей сегодняшней программе мы займемся зеленью. Будем готовить с использованием множества зеленых ингредиентов, но не волнуйтесь. Тех из вас, кто не любит зеленые продукты, я научу, как готовить интересные и вкусные такие вещи, как, к примеру, шпинат. Пойдемте, я вам все покажу. Так, зелень, зелень, зелень. Сегодня у нас много различных зеленых продуктов. Но не пугайтесь, это будет очень вкусно. Поверьте мне, поверьте. Надеюсь, что да. Итак, у нас все уже готово. Все выглядит замечательно, но, конечно же, сперва. Нужно все благословить. Ведущие ученые провели исследование, что когда человек молится, меняется структура продуктов, поэтому сейчас мы благословим пищу. Итак, начнем, пожалуй. Вначале мы поговорим о салате, об очень хорошем салате. А вот и то, что мы положим на самый верх нашего салата. Итак, дамы и господа, встречайте, это белки. Это тонко нарезанная говядина, которую я приготовил на чугунной сковородке. Мы уже говорили о чугуне в одной из наших предыдущих программ. Мне очень нравится вкус еды, приготовленной на чугуне, потому что чугун пористый, и он впитывает различные вкусы. Чугунную сковороду также называют приправой, потому что, обжарив на ней различные специи, вы можете использовать ее для приготовления мяса. Это мясо будет готовиться с приправы из лайма и чили. Вы можете найти эту приправу во многих магазинах, особенно в отделе этнической кухни, а именно среди мексиканских или южноамериканских приправ. Я уже все приготовил. Как вы видите, я хорошенько обжарил мясо, а сейчас я тонко его нарежу. Вот так. Поскольку для этого блюда вам понадобится очень тонкое мясо, то вам лучше всего купить филе. Возьмите мясо, разогрейте мясо в чугунной сковороде, опустите его в масло, и пусть оно обжарится, станет золотистого цвета. Из-за этого вкус будет просто замечательным. А после этого вы можете охладить мясо, если хотите, чтобы ваш салат был холодным. А если вы хотите положить его в салат еще горячим, так сказать, с пылу, с жару, то это тоже хорошо. Переложим его обратно на тарелку. Хорошо, вот так. И уберем это в сторону на некоторое время. Также уберем разделочную доску и сделаем место для нашего салата. Итак, мы возьмем наш тако-салат. Да, это тако-салат. С небольшого количества кукурузных чипсов. Немного помнем их. Здесь у нас чипсы со сладко-острым вкусом. Посмотрите. Я решил использовать именно их, потому что они придадут салату особенного вкуса, особенной пикантности. Итак, давайте все это разомнем немножко. Хорошо. Сначала выложим их на тарелку. Вот так будет замечательно. Сверху мы выложим салат ромен. Вы только посмотрите на эти цвета. А на этой красной тарелке зеленый и оранжевый цвет смотрятся превосходно. Добавим немного пико де галлео. Это мой особый рецепт. Может, если вам повезет, то однажды я научу вас готовить мой особый пико де галлео. Это добавили. Затем немного зерен кукурузы. И совсем немного черной фасоли. Обязательно слейте с нее соус предварительно. Вот она. Если вы не хотите, чтобы ваш салат стал мокрым. Немного фасоли. Вот так, по краям. Фасоль вы можете приготовить сами или же купить консервированную. Обычно я покупаю консервированную, потому что так проще. На ее приготовление уходит много времени. А оно того не стоит. Затем я добавляю немного той приправы, о которой я говорил. Приправа из чили и лайма. Вот так. Пахнет она замечательно. Здесь чувствуется сильный аромат тмина. Тмин — это чудесная приправа, очень характерная для юго-западной кухни. Он очень важен и является чем-то вроде авторского штриха во всех блюдах юго-западной кухни. Также я добавлю совсем немного соли, потому что во всех этих ингредиентах очень мало соли. Хорошо. Это будет замечательный салат, которому мы добавим наше тонко нарезанное и приправленное мясо. Вот так. Ну разве это не выглядит великолепно? Признайтесь. Хорошо, а теперь перейдем к следующему блюду. Теперь, когда у нас есть настоящий салат, мы приготовим еще и вкусную тастаду. Тастадо, которую мы будем готовить сегодня, — это необычная тастада. Зачастую в тастаду кладут пережаренную фасоль, а мы же положим пережаренную черную фасоль. Сейчас очень модно добавлять в различные блюда именно черную фасоль. Она очень вкусная. Любая фасоль довольно вкусная, но черная фасоль — это сейчас новое веяние. И наше блюдо, наша тастада, тоже будет чем-то новым и нетипичным. Итак, мы хорошо намазали тастаду, а затем, как и в обычной тастаде, мы положим мясо. Это у нас курино-говяжий фарш. Соотношение где-то 20 к 87. Вам нужно будет взять чугунную сковородку, как и в предыдущем блюде, и обжарить фарш на небольшом количестве масла с добавлением все той же приправы из чили и лайма. Итак, мы выкладываем это сверху, а дальше пойдут небольшие изменения. Я возьму немного листьев шпината, немного зелени, как я предупреждал вас заранее. Не переживайте, это будет очень и очень вкусно. Свежий шпинат, это просто замечательно. Он не такой хрустящий, как салат, он немного нежнее. Он похож на тонкий слой пенопласта, но не волнуйтесь, на вкус он значительно лучше. Затем возьмем немного сыра феттен, это козий сыр. Положите немного сверху. Вот так. И еще немного пико де гальео. Все это в итоге будет выглядеть просто аппетитно. Подавать ее можно на такой тарелке. Итак, наша тастада готова. В ней есть пережаренная черная фасоль, говяжий фарш со специями, также немного шпината, феты и пико де гальео. Итак, эти два блюда полностью готовы. Мы вернемся через мгновение, и я научу вас своему рецепту зеленой сальсы. Итак, мы закончили приготовление салата и тастада, а теперь поговорим о том, что будет хорошо с ними сочетаться, а именно зеленый соус. Многие люди, живущие на Юго-Западе, любят использовать сальсу. Красный соус, сделанный на основе томатов. Но этот соус делается на основе двоюродного брата томата, который называется томацильо. Мы покажем вам, как его чистить, как выбирать и как он должен выглядеть. Но перед этим я покажу вам с помощью нашей верной подруги разделочной доски, как сделать один из этих не таким острым. Это стандартный перец халапеньо. И, конечно же, все знают, что он очень-очень острый. Однако я покажу вам, как снизить его остроту. Отрезаем хвостик и оставляем его стороне. Затем разрезаем перец пополам. Нарезая халапеньо, будьте очень осторожны со своими руками. Я обычно одеваю перчатки, когда мне нужно порезать большое их количество, потому что перец может впитаться в кожу ваших рук, и когда вы прикоснетесь к глазам или другим чувствительным частям тела, то вас будет жечь. Разрезав его пополам, вы увидите, что эти прожилки и вот этот участок, похожий на поролон, именно он делает халапеньо острым. Поэтому, если хотите, то можете отрезать его. Обрежьте его с обеих сторон. Так, как это сделал я. А потом возьмите его и удалите. Видите, сколько здесь семечек. Эти семена — это самая острая часть перца. Если вы хотите, чтобы перец был поострее, то оставьте их внутри. Если хотите, чтобы он был помягче, то удалите часть семян. В нашем случае я избавляюсь от всех семян. Проделайте то же самое со второй половинкой. И когда вы это сделаете, то перец будет готов к тому, чтобы отправиться в кипящую воду. В кипящую воду пойдут еще несколько ингредиентов. Я уже сварил все заранее и покажу вам, как пюрировать все вместе, чтобы получился соус. Итак, объясню, что же пойдет в кипящую кастрюлю. Это может быть кастрюля или небольшой сотейник, которым нужно закипятить немного воды. Добавьте туда перец халапеньо, зубчик чеснока, две столовые ложки красного лука, немного соли, а затем немного вот этих ребят. Это физалис или томатильи. Двоюродный брат томата, о котором я вам рассказывал. Зеленый цвет не означает, что они не спелые. Физалис именно так и должен выглядеть. Они покрыты небольшой кожицей. Видите, они напоминают китайские фонарики. Кожицу есть не нужно. Ее нужно снять и достать из нее плод. Затем берем острый нож и вот таким образом удаляем верхушку. Не все это делают, но я делаю. Если вы разрежете физалис, то увидите, что хотя он и похож на обычный помидор, но при этом он не такой сочный. Видите, какая у него серединка? Также вы видите небольшие семена. Когда вы готовите зеленый соус, то в нем плавают маленькие белые штучки. Это семена физалиса или томатильи. Итак, когда вы опустили все эти ингредиенты в кипящую воду, и они все стали мягче и гораздо нежнее, то в итоге у вас получается примерно что-то типа вот этого. Здесь у нас кусочки физалиса, красный лук, цвет которого уже не столь интенсивен после варки, а также зубчик чеснока. Все эти вещи мы помещаем в кухонный комбайн. Мы высыпем в него все ингредиенты. Так, вот он. Я запущу комбайн. Буквально через секунду. Но сначала хочу добавить еще несколько ингредиентов. Это лимон, довольно большой лимон. Разрежем его и возьмем от него одну шестую или одну восьмую. Примерно вот такой кусочек. Да, такой, как вы обычно добавляете в стакан с водой. То есть небольшая долька лимона. Затем берем вот такой скребок для цеды или любой другой скребок на ваше усмотрение, может даже терку, и снимаем цедру с этой дольки. Есть различные блюда с лимонным вкусом. Именно от этого и появляется этот вкус. Концентрат цедры используют для того, чтобы создать различные ароматизаторы и вкусы. Берем эту цедру и добавляем ее к физалису и другим компонентам. Также нужно взять эту дольку и выжать из нее немного сока. Но смотрите, не переборщите только. И то же самое проделаем с нашим небольшим лаймом. И снова что-то зеленое. Возьмем лайм, разрежем его и снимем с него цедру. Наверное, возьмем вот такой вот, покрупнее, зелененький. Разрежем пополам сначала. То же самое снимем с него кожицу. И кладем в комбайн. Напомню, что там у нас физалис, немного соли, красный лук, цедра лайма и лимона, немного их сока и чеснок. И сейчас мы сделаем из всего этого пюре. Измельчили ингредиенты, и сейчас я добавлю немного кинзы. Одни люди любят кинзу, другие нет. Я ее люблю, поэтому буду использовать все, что у меня есть. Это примерно полторы-две столовые ложки. Добавляем сюда и взбиваем. И после шумной обработки у нас получился замечательный соус Верде. Выложим его в тарелку, которая будет сочетаться с остальными. Разве это не выглядит замечательно? Скажите мне. Вы можете использовать много или немного этого соуса, как хотите, с тастадой или с тако-салатом. Итак, это был зеленый соус. Им можно поливать закуски, а также он хорошо подходит для того, чтобы в него макать чипсы. Больше никаких простых красных соусов, переходим только на зеленые. А теперь давайте обратимся к писанию. Здесь в девятой главе Бытия говорится, «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашаться вас, звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Как видите, Бог дал нам различные виды пищи. Это были не просто животные или картошка с мясом. Мы всеядны. Мы должны есть все. Не все наши зубы острые, и не все наши зубы ровные. Мы можем есть все. А зелень очень полезна для вашего здоровья. Зачастую она содержит в себе железо, которое помогает вашему телу, особенно много его в шпинате. Моряк Папай говорил, «Я всегда ем шпинат». И это потому, что в нем много железа. Зачастую, когда вам не хватает железа, вы чувствуете слабость и усталость. Вам очень не хватает энергии. Поэтому вам нужно есть продукты, богатые железом. А от шпината вы можете получить не только железо, но и клетчатку. Итак, наслаждайтесь миром, который создал для вас Господь, и всеми вещами, которые он вам дал. А говоря о том, что он нам дал, перейдем к продукту, который может быть как зеленым, так и других цветов. У меня здесь что-то очень интересное. Это плантаны. Плантаны принадлежат к роду банановых. Они растут в различных частях Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. Их используют в различных блюдах на Карибских островах. Они могут быть очень вкусными в разного рода блюдах. Но факт в том, что они не похожи на обычные бананы. Их нельзя просто почистить и съесть. Они более плотные и более волокнистые. Сейчас я вам кое-что покажу. Это зеленый плантан. Зеленые плантаны зачастую используют как картофель. Из них делают такие блюда, как тастанес, где их мнут как картошку, а затем обжаривают. Сверху кладут курицу, лук и томаты. Это соленое блюдо. А я собираюсь разрезать его и показать вам что-то интересное. надрезаем сверху. Отрезаем хвостик. Как вы видите, он зеленый. И очень-очень плотный. Даже не хочет чиститься. Он очень волокнистый, но получится очень вкусно. Вы можете достать сердцевину и размять ее, как картошку. А затем обжарить ее. Так можно готовить соленое блюдо. Но я хочу чего-то сладенького и постараюсь приготовить десерт. Мы будем работать с амарилью или с желтыми плантанами. Сейчас я их разрежу. Как вы видите, они очень похожи на обычные бананы. Вам нужны плантаны, которые стали коричневыми и выглядят поврежденными, но на самом деле они в порядке. Если бы бананы были в таком состоянии, то внутри они были бы совершенно темные и кашицеобразные. Плантаны лучше выдерживают испытания времени. А для приготовления десерта, чем плантаны старше, тем лучше. Именно десерт я и собираюсь приготовить. Сейчас обрежем плантан с обеих сторон. Надрежем его. А затем почистим. Очень похоже на обычный банан. Но это не так. Это так называемый овощной банан. Проделаем то же самое и с другим плантаном. Отрежем концовочку и разрежем серединку. Конечно же, как и бананы, плантаны очень богаты калием. Они заряжают вас энергией, а также они очень сладкие, когда спелые. Заметьте, какая плотная кожура. Вот такой вот он, плантан. Возьмем еще один. Обрезаем с обеих сторон. Слегка надрезаем. И чистим. Приготовить и подать плантан нужно разными способами. Некоторые люди режут их так, чтобы получились ровные кружочки и делают из них чипсы. Да, есть плантановые чипсы. Я люблю резать под небольшим углом. Отрежем в разных местах. Здесь и вот здесь. Мы будем надрезать под углом, и у нас должны получиться эллипсы или овалы. Лично мне больше нравятся такие вот продолговатые, вытянутые овальчики. Благодаря этому у вас может получиться очень красивая презентация. Вы можете выложить их по кругу, и получится своеобразный цветок. Плантан, как и большинство продуктов, которые я использую в этой программе, многосторонен. Вы можете добавлять его в соленые блюда. А можете добавлять и в сладкие блюда. Они дополняют вкус любого блюда. Когда мы все это порезали, перейдем сюда. Здесь у меня сковорода с разогретым маслом. Сейчас мы проверим это масло. Возьмите небольшой кусочек плантана и опустите его в масло. Как вы видите, масло хорошо разогрелось. Значит, мы можем приступать к обжариванию. Опустим в масло лепестки нашего цветка из плантана. Опустим их вот так. И что произойдет дальше? Вы заметили, что плантан имеет персиковый оттенок. Покажу вам больше. Видите, он светлого персикового цвета. Он не такой желтый, как обычный банан. Плантаны имеют более насыщенный цвет. А когда вы обжарите их, как это уже случилось, я покажу вам поближе. Они обретают более яркий желтый цвет, а затем они карамелизируются. И это именно то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы плантаны карамелизировались. Благодаря этому вкус будет замечательным. Опустим сюда все наши ломтики, и они начнут изменяться. Обязательно следите за ними, чтобы они не подгорели. Карамелизация очень близка к подгоранию. Она на полпути к подгоранию, но еще не подгорание. И она добавит вам множество вкуса, а именно это вам и нужно. Проверим этих ребят вот здесь. Вам также не нужно, чтобы ваши плантаны высохли. Поэтому проследите, чтобы огонь был не очень сильным, и они не сгорели. Но в то же время огонь не должен быть слишком слабым, чтобы они не могли карамелизоваться, потому что, как я уже говорил, это добавит им вкуса. Опять же напомню, что я готовлю на чугунной сковороде. Она не только хорошо распределяет тепло, но и обогащает вкус блюда, благодаря всем этим приправам, которые за все это время готовились на ней. Итак, мои плантаны уже стали золотистыми, как вы можете видеть. Очень красивый золотисто-коричневый цвет. Теперь их нужно достать. Для этого приготовьте тарелку с салфеткой, чтобы она впитала весь лишний жир, и вам не пришлось есть слишком жирную пищу. Сегодня наше общество более внимательно к здоровому питанию. Мы пытаемся избавиться от жира в нашем питании. Я готовлю на рапсовом массе. Это не самый худший вариант, но все равно не нужно, чтобы в вашем рационе было слишком много жира. Хорошо, достанем последние кусочки. После приготовления вы можете увидеть, какие они волокнистые. Если вы посмотрите на все эти зернышки, похожие на дерево, вы это поймете. Все дело в том, что в плантане очень много клетчатки, больше, чем в обычном банане. Поэтому они более плотные, особенно когда зеленые. Но когда они зеленые, вы можете приготовить из них тастанес, потому что тогда они более плотные. Если вы попробуете сварить или обжарить обычный банан, то он превратится в кашу. Но эти ребята держатся куда лучше. Итак, я выложу их в форме цветка по краю этой тарелки. С плантанами можно использовать различные специи. А сегодня я буду использовать корицу и сахар. Корица очень полезна для вашего тела и очень полезна для метаболизма. Если вы будете съедать по грамму молотой корицы в день, то это ускорит ваш метаболизм. Вы даже можете купить таблетки из корицы в магазинах здорового питания. Я люблю добавлять ее к черному шоколаду, взбивать их вместе и делать небольшие плитки, чтобы съедать в день одну чайную ложку корицы и где-то полторы чайной ложки черного шоколада. Это полезно для кардиососудистой системы из-за черного шоколада. А также корица сама по себе ускоряет метаболизм сахара. Как я уже говорил ранее. Итак, мы слегка посыплем наши плантаны корицей. Это выглядит очень аппетитно. Я не знаю, как долго они смогут продержаться. Скорее всего, я съем их сам и не буду делиться со своей командой. Ну, может, и поделюсь кусочком другим. Да, может, и поделюсь. Я же хороший. Хорошо посыпали корицей, а затем возьмем сахарную пудру. Сахарная пудра используется во многих блюдах. И еще ее называют кондитерским сахаром. Это всего лишь сахар, который очень сильно измолот. Она идеально подходит для глазури и других подобных вещей, а также для жареных блюд, которые вы хотите сделать сладкими. Ее очень весело убирать, когда дети испачкают ею кухню. Поэтому родителям не следует перебарщивать с ней, потому что дети не только испачкают все вокруг, но и будут носиться по дому, сломя голову. Это замечательный штрих. Итак, сегодня у нас зеленая пища. У нас есть тако-салат, который приготовлен из салата ромен и тонко нарезанной говядины, приготовленной на чугунной сковороде. У нас есть замечательный зеленый салат, который мы будем использовать с различными закусками. Также у нас есть превосходная тастада со шпинатом, который обогатит наш организм железом, спико де галье и сыром фета. И еще у нас есть плантаны. Помните, что если вы хотите приготовить из плантана в десерт, то это должны быть желтые плантаны, а не зеленые. Мы говорили сегодня о зеленом, но в этом блюде лучше использовать не такие уж и зеленые плантаны, чтобы блюдо получилось сладким и достаточно мягким. Вы же не хотите, чтобы оно было жестким. Эти блюда очень характерны для юго-запада нашей страны, и они станут прекрасным дополнением к меню вашей семьи. Также их очень интересно готовить. Вы можете приобщить детей к приготовлению тако-салата. Вы можете разрешить им смешать ингредиенты так, как они хотят. Они могут придумать украшения для салата, а также эти блюда добавят в их рацион множество овощей. Запомните, наслаждайтесь жизнью и едой, но ешьте здоровую еду и во всем прославляйте отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА